После концептуальных итогов недели я решил задать вопрос о мирном плане Медведчука по Донбассу и заявлением глав ЛНР и ДНР Валерию Викторовичу Пятину. Валерий Викторович, здравствуйте. Алло, алло. Здравствуйте, Валерий Викторович. Слушаю его. Что говорите? Вопрос такой. Вот это последнее заявление глав ЛНР и ДНР относительно того, что они готовы к прямому диалогу с нынешней властью и с любой другой, которая придет после выборов. Что это такое? Потому что содержательно, понятно, ради мира, а вторым смысловым рядом идет чуть ли не на любых условиях, потому что мы как на пороховой бочке, все очень плохо. И воспринимается двусмысленно. Особенно с учетом того, что Медведчук тоже одобрил это дело, но я понимаю, что речь идет о прекращении войны. Но с другой стороны, Медведчук, назначение Спорошенко. Нет ли здесь какого-то второго смыслового плана? Все ли правильно люди понимают? Вообще, как можно это откомментировать? Да все лежит на поверхности. Если вы помните твит, который опубликовал Волкер, то там подписи Захарченко и Плотницкого отсутствовали. Были только подписи Минского формата Нормандской четверки и представителя ОБСЕ Европы. То есть весь вопрос идет в том, что являются, обладают ли субъектностью в управлении именно Донецкая и Луганская республика. И это в принципе тест на вшивость тех, кто сейчас участвует в президентской гонке, но не их самих, а тех кланово-корпоративных группировок, которые стоят за этим, за этими кандидатами. Своего рода вот это заявление, ну, как бы вот сказать, оно в каком-то роде аналогично заявлению ТАСС от 13 июня 41 года. То есть проверка системы на будущий маневр. Что дальше произойдет? Всем прекрасно понятно, что проблему Украины надо будет решать. Что киевская банда не жизнеспособна, и она в принципе не может управлять дальше Украиной. Возникает вопрос, что нужно сделать. Основное, который сейчас он решается практически всеми кланово-корпоративными группировками, это во что бы то ни стало загнать на выборы людей на Украине. И даже если люди не придут, но у них лично должно сложиться ситуация, внутреннее отношение к этим псевдовыборам, к этому спектаклю, к этому балагану, как то, что произошло некое политическое событие, с которым надо смириться. Вот если это происходит, то политический эффект достигнут. Таким образом, уже любая последующая власть будет продолжаться от государственного переворота. Государственный переворот будет считаться небольшим казусом при смене власти, но никак не радикального слома государства. Это они так думают. На самом деле это все не так. В любом случае не так. Есть два субъекта Луганской и Донецкой республики, и с этим уже ничего не сделать. Вот если бы их не было, еще можно было бы поиграть вот в эту ситуацию. То есть люди, а, все, сломалось, и дальше уже ничего не произойдет. Вот придется жить в этих реалиях. Но реально ситуация гораздо лучше и для Украины в целом, и для Луганской и Донецкой республики. Дело в том, что если вы знаете историю Советского Союза, то вы помните, что лето 1917 года определялось как двоевластие. То есть было Временное правительство и был Петроградский совет народных депутатов. При этом Петроградский совет практически страной не управлял. Но он формировал политический ракурс жизнедеятельности страны. В результате этого Временное правительство было недееспособным. Вот эту ситуацию сейчас, в принципе, она вот эта ситуация и создается на Украине. И чем больше людей не примет вот эти вот выборы и сказали, да мало ли что, вот это ваш балаган. И просто не пойдут. Они своим поведением создадут массовую статистику того, что любой, кто будет участвовать в этом балагане, он уже недееспособный. И положение для Украины значительно даже лучше, чем для России в 1917 году. По той простой причине, что если в России Петроградский совет не был субъектом управления, который осуществлял государственную сборку, то для Украины таких субъектов даже два, которые в принципе показывают, какое может быть мирное устройство будущей Украины. Это Луганская и Донецкая республики. И весь вопрос сейчас проверить на вшивость, кто из кланово-корпоративных группировок чего и как задумал. Им предложили договариваться. У вас вариантов нет. Вот вы этот балаган раскрутили, он все равно балаган. Что бы вы там ни приняли, как бы там ни пытались вегетимировать, у вас он не получится. Вы просто, если более-менее значительное число людей на оккупированной территории Украины, оккупированной фашистскими бандами, которые имеют штаб-квартиру в Киеве, вот, примет, значит, экономически не урядится. Гражданская война, она будет продолжаться, нарастать, пока не рухнет все управление киевской бандой. Чем больше людей не примет эти выборы и скажет, что это балаган, тем более мощно встанут субъекты управления в лице Луганской и Донецкой республики, и тем менее кроваво произойдет восстановление государственности на территории Украины. Но, повторю, надо же проверить, с кем будем мы сейчас работать. Ведь все, кто участвует в этом балагане, они имеют свои интересы. Поэтому давайте сейчас, на этом берегу, обозначьте свои позиции. А вопрос в связи с этим такой. Мирный план по Донбассу Виктора Медведчука, который он заявил до этого заявления на съезде партии за життя. И он подразумевает прямой диалог. Вот этот прямой диалог, вообще, вот как вы прокомментируете позицию Медведчука? На что направлены его действия? Участвует ли он в этой проверке перед управленческим маневром? И какая долгосрочная перспектива вот этого диалога? Вообще он возможен, потому что за пять лет-то его фактически и не было? И не будет, потому что, вы поймите, есть два легальных субъекта правоприемника украинской государственности, Луганской и Донецкой республики. И киевская банда абсолютно нелегитимна. Вот. Но есть желание снизить меру кровавости. И вот тут появляется Медведчук, который, одним своим присутствием, он, ну, как бы, дезактивирует деятельность киевской банды в плане проведения уничтожения населения. То есть он постоянно выводит на более высокие приоритеты управления на разговоры, вот на, как вот сказать, на координацию целей деятельности различных кланово-корпоративных группировок. Он, в принципе, представляет вот эту вот базу, вот эту базу, площадку, где, в принципе, может состояться вот такой разговор, где кланово-корпоративные группировки, отстаивая свои цели, будут входить в диалог друг с другом. То есть они будут меньше стрелять. Вот. Поэтому формат Медведчука как раз и предназначен для того, чтобы стреляли меньше, больше разговаривали. Что пусть это продлится какое-то время по времени больше, киевские банды, но пусть это будет менее трагично и менее кроваво для всех людей. И люди в результате вот этой жизни, они пересмотрят свои взгляды на случившийся Майдан, на свое будущее, на то, что они хотят иметь в будущем, чтобы это у них перестроилось. Человек же не вкыл-выкыл, чтобы сразу думал так, перестроился сюда. Вот. А для этого ему нужно время. И вот формат Медведчука как раз и дает время людям. Потому что, чтобы человек перестроился, он должен быть живым. А если начнется война всех против всех и всех переубивают, инфраструктуру всю повзрывают, ну, посмотрите, что в Сирии-то происходит. Тот же Алеппо взять, да? Которые, конечно, наши взяли ювелирно. Ну, разрушений-то сколько в Сирии? Вот. А уж как в Москву взяли американцы, так это же вообще катастрофа или раку. Вот. Так вот, нам разве это надо оставить на территории Украины? Нам же нужно оставить возможность людям жить, возможность сохранить инфраструктуру, и чтобы они детей растили. Вот. А для этого люди должны пересмотреть свои устремления на будущее. И в этом плане очень важно понять, что сейчас все, кто загоняют на выборы людей, они работают против Украины. Они хотят, чтобы на Украине гражданская война не прекратилась. И грабеж народа Украины не прекратился. Потому что, повторю, они вряд ли загонят людей на участки. Но они внутренне подрывают желание сопротивляться, когда у человека возникает апатия. А что я могу сделать? Да много человек может сделать в своей повседневной жизни, он создает статистику поведения. И Михаил Сергеевич Горбачев в 91-м году сидел у себя в Кремле, и ничего не мог сделать. Указы издает, приказы, а его никто не слушает. И в народе такой вопрос, а что он вообще там сидит-то? Его просто отстроили от себя люди. Вот если люди отторгнут от себя киевскую банду по полной программе, то кто бы ни пришел, они перегрызутся между собой, но они не смогут удержать управление Украиной. И на смену приходят два субъекта – Луганской и Донецкой республики. Давайте поговорим еще один вопрос по субъектам по Луганской и Донецкой республике. В интернете очень широко обсуждается статья Максима Шевченко на Ехе Москвы, где он сделал предел Бородаю, обвинил ополчение в создании фашистующего режима, ну и мягенько подвел свою мысль к тому, что только у левых и у коммунистов есть реальное видение будущего, а Донецкие, Донбасские республики – это чуть ли не фашистующий режим. Бородай выступил с ответным статьей. И, в общем-то, вот этот диалог и перепалка, связанная с фактурой, с сущностью, сутью Донецких республик, кто за ними стоит, какие там схемы, кто какие цели преследует, в общем-то, сейчас тоже занимает интернет-сообщество. Вот как вы можете прокомментировать статью Шевченко? Очень коротко. Дело в том, что кто бы, как говорится, чья корова мычала? Дело в том, что разве не Симоненко обеспечил так называемую легитимность, она не легитимна вообще, но возможность государственного переворота и освещения, так скажем, этого государственного переворота решением Рады? Ведь коммунисты Украины, партия, да, левый все, сдали Украину фашистское ермо киевской банды, националистов, вот этих нациков, приверженцев Гитлера. Вот, они сдали. Что хорошего в стране сделала коммунистическая партия Российской Федерации? Все время подыгрывать только олигархам. Она, народ, вы, это, как через свисток энергию народа выпускает, и никакого противодействия. А ведь в 90-е годы коммунисты было время, были в большинстве в Государственной Думе. За Зюганова проголосовали все. То есть, до умов все полностью в стране изменить, ничего не сделали. Так что, не на левых здесь вообще говорить. Левые, они, есть левые, они предавали, предают и будут предавать. Вот. И никакого отношения они к большевикам, которые создали великую страну, великое государство, современные левые партии и левые движения не имеют отношения. Сейчас по этому поводу, кстати, начал Кургинян хороший цикл передачи про леваков. Вот. Вот. Он зачитывает. Уже две серии выпустил. Угу. Вот. Значит, что касается Бородая, Стрелкова и прочего. У них есть претензий к ним много. Но это претензии уже другого плана. Вот они пришли и сделали. И они создали систему, которая позволила выстоять и не лечь под террором нацистских банк. Как они это сделали? В каких целях делали? Здесь много вопросов, которые можно обсудить. Но им можно предъявлять, что они там плохо сделали, что не сделали. А что, вернее, что они могли сделать, но не сделали. А что они вообще, как бы, в своей деятельности не преследовали. Но это другое. Это совершенно другое. А вот говорить о том, что они создали какой-то там фашистский режим, это в Киеве фашистский режим. В Киеве. Это там невозможно вообще жить по-человечески. Это там, где мирный город, происходит полное обрушение всей инфраструктуры. И вообще по Украине что происходит. Статья Шевченко – это просто попытка найти козла отпущения, чтобы на которого можно было бы списать все грехи. Но Бородай хоть что-то делал. А что сделали левые, кроме того, что они помогли укрепиться фашистской бандой, нацистам вот этим в Киеве. Они воевали против народа. Если бы коммунистическая партия повела народ, то не было бы государственного переворота. Не было. Но они же сыграли в поддавки по полной программе. Означают ли все эти события то, что происходят маневры системы управления? Система управления на Украине и в России тоже замыкается плотно, перестраивается, перегруппировывается. Это приведет к реальному изменению системы управления на Украине. Безусловно. Именно это и происходит. В настоящее время по Украине страновики теряют управление Украиной. Глобальщики не имеют ресурса. Они очень сильно завязли в боях со страновиками США, имеется в виду страновая элита США. Глобальщики завязли в боях в противостоянии со страновиками. Европа, освобождаясь из-под диктата страновой элиты США, тоже не имеет ресурсов по полной программе заняться Украиной. Остается только Россия. Но никто не хочет, чтобы на Украине наступил мир. Ни страновики, ни глобальщики, ни Западная Европа. Страновики имеют в виду страновая элита США. Поэтому им и нужна максимальная легитимация выборов на Украине. Чтобы люди смирились и не протестовали. Им хоть сколько-нибудь протянуть. Они понимают, что они рухнут. Но хоть сколько-нибудь дезактивировать интеллектуальный потенциал масс. Их желание сопротивляться. Вот на что эти выборы. Больше они ничего не решают. Поэтому-то все, вот на всех этих ток-шоу и все оранжут. Вот, там не за кого голосовать, но все равно придите и проголосуйте. Потому что это, чтобы людей сломать, чтобы они приняли этот балаган за реальное управление и какое-то время еще не сопротивлялись. Какое-то время своей массовой статистикой поведения поддерживали устойчивость киевской банды. А там дальше посмотрим, может быть мы сможем что-то сделать против России и против Украины. Это глобальщики со стороны Западной Европы так думают. Им протянуть время надо. Поэтому, естественно, хороший ход. А покажите-ка свои планы. Я имею в виду про заявление Луганской и Донецкой. То есть это провокация и посмотреть... Нет-нет-нет, не провокация. Это нормальный ход. То есть, вы понимаете, ведь что показало заявление от 13 июня 41-го года? Система, которая нам противостоит, то есть фашистская Германия, готова к войне, и война это состоится. Они же не ответили на это. И поэтому Сталин начал приводить войска в полную боевую готовность. Но, правда, Жуков и Тимошенко сделали все, чтобы войска были не подготовлены к удару. То есть внутренний саботаж был. Понятно. Свою задачу заявление выполнило. И это заявление тоже, она уже по факту выполнила. Они огласили. Теперь стоит только смотреть на реакцию, и все. Понятно. Ну, возможно ли, что на Украине события пойдут по бескровному пути? Чем сильнее люди примут, больше люди примут для себя решение, что это балаган, тем меньше будет мера кровавости. Именно поэтому-то их внедряет мысль. Не сопротивляйтесь, примите выборы, идите на выборы, согласитесь с этим, что они будут. А это для того, чтобы продолжить войну и экономические решения на Украине. Как только люди воспримут все это шоу как балаган, то управление этих банд посыпется. Они и так уже друг к другу в глотки вцепились. Так пусть одни злочестивые вкушают гнев других злочестивых. И пусть они освобождают Украину от своего присутствия. Людям в этом не надо мешать. А есть и субъекты, мощные субъекты, которые придут, Луганская и Донецкая республика, и наведут порядок на Украине. Спасибо большое. Спасибо большое за комментарий. Угу. До свидания. Мне кажется, Валерий Викторович дал исчерпывающий ответ. И думаю, что реформа, изменение системы управления на Украине это самый главный процесс, который сейчас происходит. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова